Девчонки мне предложили поехать на работу. Мы работаем, все хорошо, деньги неплохие, поехали. Я у мужа отпросилась, он, ну, попробуй. Но я попробовала. Получилось так, что нас там обманули. Первый раз все страшно, но деньги-то нужны. Дети растут, дом строят надо. Поговорили с мужем, оговорили этот вопрос, и я с девчонками поехала в Россию. Приехали мы на птицефабрику, конечно, холодно, мокро. Мы приходили к 6 утра, и все, как зашел, то есть резиновые спаги, стоишь на линии, там же вода кругом, все, и режешь курей. Когда до 8, когда до 10 вечера, до 12 ночи. Все болели, и горло, и сопли, и кашель, и температура, все болели. Жили мы в вагончиках. Хотя нам сразу сказали, что будет общежитие, плюс питание, ничего этого не было. Аванс нам не давали, питания не было. Жили мы на закрытой территории, была охрана, собаки. Дети мы никуда не могли. Нас еще не рассчитали, подождите немножко, подождите немножко. Ну и все, ждали, мы ждали, и ничего. Мы попросили, что позовите нам сюда старшего. Ну, нам ласково, нам сказали. Девочки, сумки на выход. Паспорта нам отдали. Денег нам не дали. Дали нам, я не помню точно, по 3 или по 5 курей нам дали, да. И выбросили нас за двери. Сейчас можно говорить и улыбаться, тогда было не до смеха, тогда было страшно. Мы с девчонками ходили-ходили, встретились с старушкой, она нам помогла. Мы отдали ей этих курей, она нам купила покушать, дала телефон, мы позвонили сыну. Сын приехал, привез нас сюда домой. Очень тяжело это все, но у меня была поддержка. У меня дети были дома, дочка, внук. Сын сразу сюда приехал со мной, же он привез меня сюда. Надо больше поддержки людям, побольше таких организаций. Нам очень повезло. Приехали мы в Минск, реабилитационный центр МОМ. Встретили нас там девчонки, разместили, обвозили нас везде, и все больницы мы прошли, много врачей. Дети купили мне два парника, и я решила, что мне это мало, я хочу выращивать овощи. Это выгодно. Я и делаю закатки на продажу, и для себя, да просто для души. Я решила попросить третий парник, чтобы заниматься вот этим всем. Выращиваем мы там помидоры, перцы, баклажаны. Мы в этом году килограмм 300 продали помидорам. Они очень помогли парники. Вы знаете, когда выходишь на землю, оно отвлекаешься от всего. Где-то с помидорами поговорил, где-то с цветами много у меня роз, лилий, где-то там с курочками прошелся, поговорил. Оно отвлекаешься от этого. Забываешь вот эти вот проблемы. Да, это большая помощь. Не останавливаться на достигнутом, надо двигаться дальше. Вот есть умение и мечта зимой выращивать микрозелий. Я надеюсь, что получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok